Инклюзивное образование – это совместное обучение и воспитание детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, не имеющих таких ограничений. У преподавателей средней школы номер 7 большой опыт подобной работы. До реализации программы инклюзивного образования здесь работали классы по охране зрения. К слабовидящим школьникам, как известно, также необходим свой подход. Сегодня здесь обучается 17 детей с так называемыми особыми образовательными потребностями. Сами ребята особого отношения не чувствуют, обучаются наравне со всеми, разве что им облегчают выполнение заданий. Стараемся на уроках использовать для этих детей и индивидуальные задания, и приспособленные задания. Это и раздаточный материал, выполненный крупным шрифтом, и специальные задания, которые дают возможность деткам получать соответствующие хорошие оценки. В глазах этих детей видишь радость, отзывчивость, понимание и стремление учиться и получать знания. Используют в подобных учреждениях разные модели инклюзивного образования. Это и полноценное обучение в классе, и совмещенное в школе и дома. В седьмой школе выстроен особый образовательный маршрут, в том числе и в плане доступной среды. По этой программе у нас есть и подъемники, которые обеспечивают доступность таких деток во все буквально уголки нашей школы, спортзалы, в актовый зал и на все этажи, где есть и кабинеты специализированные. Нельзя определить там, в каком конкретно классе будет ребенок. Поэтому со временем я считаю, что все учителя должны быть готовы. И по новым требованиям федеральным каждый учитель в своей квалификационной категории должен уметь работать с такими детьми. Помимо имеющихся пандусов, здесь началась работа и по благоустройству двора, ориентированная на ребят с проблемами передвижения. Не дети должны приспосабливаться, а школа должна создать все условия для полноценного пребывания и обучения детей с разными видами инвалидности, уверены педагоги. А для инвалидов по зрению в седьмой школе их большая часть, к концу декабря получат новое оборудование, в том числе и видеоувеличители. На базе седьмой школы в принципе уделяют внимание здоровью учащихся, в том числе проводят специальные занятия на тренажерах для укрепления опорно-двигательного аппарата. Это называется физкультура без освобождений. То есть ребенок здесь не получит никакую травму, а наоборот оздоровится, укрепит свои все суставы, плечевые, локтевые, коленные, тазобедренные. Потому что упражнения выполняются сидя или лежа, то есть нет нагрузки на позвоночник. По федеральному закону об образовании условия для обучения детей с особыми образовательными потребностями должны предоставлять все школы. Поэтому посещать учебное заведение ребенок с определенными ограничениями может и по месту жительства. Галина Моисеева, НГГБШ и Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.